Господь Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, греши! Номер 1003. События дня. 2 Тимофея 2.11.13 Верно слово, если мы с Ним умерли, то с Ним и оживем. Если терпим, то с Ним и царствовать будем. Если отречемся, и Он отречется от нас. Если мы неверны, Он пребывает верен, ибо Себя отречься не может. Мы попросили делать объявление, пока делаю. Читайте, тормозите, чтобы прочитать. Дмитрий Игнатий Тихонович, многие вас считают современным Иоанном Златоустом из Потеряевки. Но это только одна из ваших черт. Изучая Священное Писание, могу сказать следующее. Вы все лучшее, что впитали в себя от пророка Божия Еремии, апостола Павла и лишь после Иоанна Златоуста. Кто знает Библию и вас лично, тот поймет. Я в вас распознал эту Святую Троицу, Божеств Божьих избранников. Храни вас Господь Бог. Это новый человек. Я его не знал никогда. Да, теперь вот пишет. Вчерашний день, что сказать. Работаем. Попросили Виталия до обеда попасти в Устиновую. Я поехал к Андрею к Устинову. А он говорит, холодно, ветер дует холодный. А Виталий пошел, по-моему, легко одетый. А я понял, намек. Я говорю, я что пришел-то, по делу. Вы картошку копаете, а мы сегодня свободны с Володей. А после обеда трое будем. Вам помочь надо? Бесплатно. Да нет, мы как-нибудь сами. Ну так не очень отталкиваю. Я говорю, ну хорошо, я к барабашу пойду. Пошел, а барабаш грузит. Горох продает. Вот, 35 тонн сразу. По такой мизерной цене. Меньше 5 рублей килограмм. Ну, понимаете, 5 рублей. Это кусочек хлеба один. А это так все. Бензин, техника. Пахал. Вообще, почему склада второго нету? Зимой, весной будет дороже. А это пользуются люди этим. Ну, я все заснял. Это потом ролик будет стоять. До того мне жалко. Я говорю, ты не против, что мы картошку-то у вас почти копать? Да какой против-то? Все некогда. А у него тут какой-то мельчитель. Надо, чтобы солому мельчила техника, комбайн. А он из Барнаула, так я понял, два человека. Один работает, другой рядом стоит. Видимо, где-то поднять, что детали какие-то лежат. Ну, еще у них вечер уже закончили. Сколько платить надо? 70 тысяч. Ой-ой-ой. 70 тысяч. Вообще. Это я вот себе посмотрю на него, и как он работает. Это уму непостижимо. Ну, и ладно, пошел. А Лена, Елена Анатольевна, его жена, в школе. Ну, я заглянул, она там что-то по телефону говорит. Ладно. Я говорю, вы не против, если картошку покопаем? Да что вы, там у нас 4 рядка. Она не сказала, что один рядок, они уже необычная такая посадка. Не пашут, а прямо в землю картошку. Так, редко как-то в шахматном порядке рядок такой идет. Ну, я с вилами пришел, они вилу сломали у меня с Володей. Ну, они, видать, треснули. Специально для копки картофеля-то. И мы с Володей двое поехали. Я к нему заехал, и поехали. Он выбирает, а я пошел. Ну, и просчитал один рядок, 66 лунок. А их три, неполные даже. Одно они сами выкопали. Ну, вот считаю, 3,18, 20. 200 лунок. Это совсем немного. Когда у нас на огороде 3,5 тысячи. Я люблю математику, и везде считаю, сравниваю. Первую лунку копнули, большие картофелины, 22 картофелины. Я удивился. Ну, совсем согласен. А между рядами трава наросла новая, она как лесополоса. Влажность, сухой ветер. Это интересно так. Картошка очень хорошая. Даже самая лучшая, какую нынче копал. Ну, и обычный вечер, я руки не могу поднять. Они у меня вывершенные, больные. Ну, а тут все, как-то одно заодно и прошло. А я перед этим заехал и сказал Володе, я говорю, холодно на улице-то этому. Погнал он пасти. А вот, говорит, что надеть-то ему? Он пошел в своем одетый, с башлуком, эта тужурка. Э, нет, надо что-то такое. Он посмотрел. Шинель висит военная. У меня шинелей много. Когда расформировали летное училище, а у меня знакомство было с генерал-полковником Пенковым, Борисом Евгеньевичем. И мне многое списали. Там 70 комплектов брюки, кителя, там 70 шинелей. Ну, и разные-разные планшеты. Там еще только мне не дали. Кубанки эти, легче сказать, это афганки. Вот я шинель взял, он говорит, надевал ее, он, Виталий. Ну, по размеру. Я ее на велосипед и к нему. А потом показал, как надо тут правильно пасти, ближе скотину подпускать к кичменю. То есть зеленая трава. Это тоже записал все. Ну, и после этого поехал, стали копать. Вот подгляжу, та же кукуруза и птица ее. Там 11 початков я отломил. Полностью сожрали птицы пролетные, прожоливая птицы, как Некрасов пишет Николай Алексеевич. Ладно. Я пошел и спросил Игоря Александровича. Я говорю, сколько у тебя вот эти тюки? Ширина его там метр двадцать или полтора метра. Тюк, солома, это сено намотанное-то. И 250 примерно в среднем килограмм весит один. Сколько у тебя тюков и сколько стоит? Да 600 рублей примерно. Что-то сейчас кто-то приедет, можно купить. Я говорю, а сколько? Это он, видимо, похоже и не знает где-то. Ой, а для меня это хлеб пойти. Вот я сейчас смотрю. Сено, значит, у него 438 тюков. Это я посчитал. 438. Скажите, делать человеку нечего так это. Дальше. 600 рублей, один тут и так же 258 тысяч примерно стоит. Я все это разузнал. Ему данные представил. И Елена не знала, сколько Елена Анатольевна. И я ей показал и рассказал. Я говорю, теперь буду где-то рекламировать, кому сено в каких местах нет. А здесь сено, это же надо скосить, свертеть, привезти, закрыть пленкой. Это стоит, это намного дороже там где-то. А Игорь, он такой, за полцены все отдает. Иной склад надо строить, хранение гороха, пшеница. Сейчас они начали еще раз ячмень и уже сломался комбайн, на поле стоит. А Володя остался до самого вечера там затаривать, картошку у них пришел. Это день, события одни. А какие еще события? Никого нигде не было, мы сами вот работаем. Конкретное что-то создается. С Виталием много беседуем. Виталий готовится уезжать, у нас к концу приходит его пребывание. Не то, что там убежал или нахамил, обозвал и поехал. Нет, отношения совсем другие, как приехал. Он спрашивает сначала, записывать, как поступать, как лучше сделать. Я на вопросы отвечаю, записи ведем. А сегодня-то я уже обещаю, уже суббота. Сегодня должны гости отобсюду приезжать, потому что послезавтра в воскресенье престольный праздник у нас в честь святого Анфимы, священномученика, епископа, некомедийского. В 302 году его умучили. Люди приезжают, должны. Ну, должны. Сегодня у меня очень много времени заняла здесь работа, потому что выставили новый ролик. Ну, выставляют ролики-то и поневоле смотришь. А где-то пропускаешь, ну, просто нету. А тут никак нельзя. Почему? Потому что люди, которые, ну, знают, что выставлять. Вот Сергей парализованный, город Воронеж и выставил. Лапкина надо обличать. Надо обличать. Надо. Вот. И я вот ткнул сейчас. Посмотреть. Ага. Что тут такое? О-о-о. Лапкина надо обличать. Отец Геннадий Фаст. Хотелось от вас услышать. И вот тут двое. И начинает меня обличать. Рассуждать. Небольшой такой ролик. 27 минут 43 секунды. Я прослушал, сколько времени у меня отняло. Полчаса. Там еще такое вот. И дать ответ. Ну, я под роликом выставил мнение обо мне, которое там профессор говорит, проректор по учебной части Семкин. Что говорит митрополит. Митрополиты. Цепляются. Им надо меня потопить. А ничего нету. Это я сказал бесполезно. В первую очередь вы будете наказаны Богом. Потому что делу Божию мешаете. А стандартное православное. Ну, что это? Ну, дьякон вышел. Рев, зев и лупоглазие. Кто? Репин. Илья Ефимович. Вот. Вам надо это православие, которое не опирается на слово-то Божие. Вот сейчас там с греками решают они, поминать не будут. Ну, все это и к спасению-то не относятся. И вот здесь нужно сказать, между собой они говорят. Вот этот у нас был членом общины. Вот справа Александр Муха. Этот знать не хочу. Потому что, ну, переполненный своими мнениями. Слушать не может. Даже этот выглядит по-другому перед ним. Говорит, что ж ты мне не даешь говорить-то? Он ничего не понимает. Рев, зев и лупоглазие. Все это остается. Это до конца прослушал. Внизу скинул материалы, что митрополит Сергий говорит его. Знать не знают. Эти... Ну, встречи-то ни с кем нету. Но меня-то еще не судить-то. 41 книга. Это же еще... Понимаете? 12 с половиной тысяч роликов. Мне голыми руками можно брать. Потому что все есть. Где-то сказал не так, как сейчас отца Владимира Головина. Они вот со всех сторон его клянут. Но они меня не могут взять. Потому что у меня совершенно другое. С отца Владимира Головина я молюсь. Выстоял ролики, где беседуем. И когда на него напали, в это время вылезли другие и бьют. Вот эту подлянку такую терпеть не могу. Не могу терпеть. Я сразу начинаю молиться Богу, Господи, утиши их. Как протопо по вакууму о Пашкове и воеводе, которые стреляют в него осечки. Он говорит, Матушка Богородица, уйми дурака. И вот эта молитва хочется сказать. Уйми этих дураков. Они ничего не знают. Хоть и говорить так нельзя, но мысль такая мелькает. Больше заниматься им нечем. А почему? А в это время мы вот здесь работаем. Работаем. С утра до глубокой ночи. И теперь из Барнавула уже заказывают. Вчера звонят там. Одинокие. Картошка. Почем? Я говорю, мы не продаем. Если Господь бы дал силу, машина была привезти, сегодня бы я вас уже снабдил. У нас картошка есть. Мы один год тут накопали 1400 ведер. Ко мне ни копейки никогда не приходит. Нигде. Тогда были девчонки. Немножко, я говорю, продайте. Хоть платочки купите или кофточки какие-то. У нас народ самоотверженный. Вот этих прослушал я двое. И они между собой не согласны. И тут внизу комментарий Михалёв Пётр, священник, говорит очень хорошо. Правильно говорит. А то он на днях говорит. Покажите, кто из тектантов стали у вас православными священниками, когда пришли в православие. Я говорю, нельзя показать. Эти лютые волки кидаются, терзают. Не надо. Просто не хочу. Они выискивают. Они работать-то не могут. Ну и поэтому ищут, где кого добивают. Это сыны Амалика добивали. И они никогда не войдут в общество Господне. Даже в десятом поколении. А этого ничего не понимают. Страха Божия никакого нет. Судят. Ну меня-то пригласите в эту беседу-то. А этого нет. А меня и приглашать никто не думает. То они скрывают одного, то другого. Договариваемся. Не поминать там один в Америке. Я его не поминаю. Он меня клеймит, называет. А сам из сектантов. И пришел тут и крещение не принимал. Сектантское там принял за истину. Ну придет день Господень. Успокойтесь. Ну сказал один раз. Я спорить никогда не спорю. Повторяю. Я сказал. Сказал. И ни одного комментария не даю. Моего комментария вообще нет. Тут один пишет стихотворение о Рогов. Я его поместил. И вот эту ссылку найдите. Найдите. Называется так. Игнатия Лапкина надо обличать. Вот. Надо обличать. И вот его тут. Ну и вверху. Сейчас не будет видно. Вот оно как выглядит. Надо обличать. Ну обличать что? Требуя обличающих меня. Вот сто тридцать четыре просмотра. Александр Муха. Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделений и соблазны, вопреки учению, которому вы научились. И уклоняйтесь от них. Ибо такие люди служат не Господу нашему Иисусу Христу, а чреву своему. И ласкательством и красноречием обольщая сердца простодушных. Римлянам 16-17. Ну вообще замечательно. Как раз ему, к нему это в первую очередь и относится. Был православный, ушел в сектанты, развалил семью. Ну седьмую заповедь попирал, как хотел. Ну ему ли рот раскрывать и говорить. И все лукавое. И ни бороды, ничего нет. А то есть когда три дня, говорит, не брился. Все извращено. Что я могу им ответить? Ничего нет. Вот преемство, духа, рукоположение, он тему такую развалит. Но никто. Парализованный Сергей говорит. Александр, почему Виктора Скоротовского спрятал? Спрятал он выступает всегда. Вопрос. Сергей Дудин и Виктор Скоротовский хорошо знают православие. Но какой прок? Что останется, когда кончится их служение на поприще Лапковщина? То есть они придумали тему Лапковщина. Да я не Лапков, а Лапкин. Даже этот они могли сказать-то, Лапковщина. Останется злой, неудовлетворенный демон, который пожрет их обоих. Абсолютно правильно. Вот парализованный, ну как Бог ему дает это все, положил на сердце. Ну дальше ответы идут. Петр Михалев, я тут прочитаю. Очень правильно, что Игнатий Тихонович выполняет великую работу по обращению протестантов в церкви. Это как раз не нравится протестантам Александра Муха. И это же касается Сергию Дудину, не строго православным. Ну никакой строго. Злобой переполненный, больной человек, больной. Он сам жалуется, там опухоль мозга, и семья, и жена, и дети. Прости его, Господи, я о них каждый день молюсь. Господи, прости им, и в судный день не помяни их безумия им. Откроем путь истины евангельского служения. Они не знают самоотречения, отверглись себя. Он даже не понимает, что миссионерские отделы, сейчас он там в Томской парке, вроде бы, Дудин заведующий или кто там. Миссионерские отделы, это не от Бога. Их нельзя создать. Они даже этого не понимают. Любые, благовестнические, можно там, певческие. А это нельзя. И это невозможно. Почему? Потому что это труд Духа Святого. А вы их знать не знаете. Отделы. Отдельные личности только могут. Герои веры. Они не знают. Понятия нет. Дальше. Показать два ответа. Какие? Дмюха. Это, с ваших слов, великая работа по обращению протестантов в церкви православной. Заканчивается весьма печально. После просмотра этого ролика, вот что мне написал один православный священник лично, не понаслышке, знающий Геннадия Фаста. И считать дальше, что, кстати, Геннадий, способный переубеждать протестантов, этим почти не занимается. По юности было, что баптистскую общину с президентом из Лесосибирска привел к православию. Но потом так уже не делал. Дело в том, что, перейдя в православие, они часто становились посредственными, с членами церкви пропадала любовь к Слову Божию и так далее. У них пропадало, у отца Геннадия пропадало к Слову Божию. А на Слове Божьем книгу столетия издал, толкование песни-песней, доктор богословия. Какие у него книги вышли, там этюды, толкование, все себе собрано, откуда было. Это о нем так говорят, отце Геннадия Фасте. Ну, что сказать на это, отец, попутно. Так, Петр Михайлов, Александр Дмуха. Лесосибирск – это там, где служил обращенный отец, отцом Геннадия, священник Андрей Юревич. Расскажите об этом подробнее. А я у вас, Андрея, спрошу. Наталья. Шержукова, наверное. Здравия желаю всем. А я смотрю открытыми глазами на то, что происходит вокруг. И мне так кажется, до тех пор, пока всякие лапкины не создают дискомфорт менеджерам государства и правящему классу страны, не затрагивают их интересы, то активную деятельность, кого бы то ни было, пресекать не станут. Свобода и демократия. Так что обличание, обличая, результата не будет. Он же не вводит на митинги свою общину, платит услуги ЖКХ, подчиняется закону и так далее. Убежденный в своей правоте человек никого слушать не может. Кроме себя. Кроме себя, так себя. Если бы мое-то и было. То есть я ссылаюсь на Библию, на святых отцов, на каноны. Он не имеет такой способности увидеть вред, который причиняет другому человеку. Видишь, какое мнение. Он радуется и гордится своим влиянием на людей. Ко мне это никак не относится. Какой? Я сижу в деревне, работаю. Олег какой-то. Интересная беседа. Может иметь смысл показать, как Игнатий Лапкин относится к некоторым людям. Например, к своей жене. Не пускал ее в туалет. В туалет жену не пускал. Речь-то не о туалете идет. Что сели, когда люди. А в это время вылазить. Я говорю, ты раньше-то могла вылезти. Не пускал в туалет. А как? Но она вылезла и пошла. Дальше-то уже говорит, даже запах нехороший. Не допускал. Так. Никита. Дальше. Фроликов и других людей. Чтобы люди видели конкретное действие Лапкина. Да меня еще не видят. 12,5 тысяч роликов. Еще раз говорю. Сегодня 11. Вчера 13 роликов были выставлены. Вот. Показать ответ. Вы можете уполучаться в следующей беседе. Это Александр Дмухов. Петр Михалев. Петр Михалев. Вот видишь, как подробнее. Очень правильно так. Ну, это я-то сейчас и другим хочу дать, чтобы вы послушали. А это, на меня, я бы и не знал. Это выделил Сергей парализованный и мне послал. То есть, каждое утро, считай, 4.40. А я стою на час еще раньше. Сейчас вот полвосьмого. Я еще не выходил на улицу. Даже. Надо уже идти. Пора там работать. Но сегодня большая очень почта была. И поэтому так вот. Ну и что сказать. Благослови, Господи, их всех. Благослови. Враги нам лучшие друзья. И почему отец Геннадий не стал судить? Да что же он будет судить? У него работа. Зачем ему это нужно? Судить, обличать. Да вы не знаете, какой должен быть настоящий лик человека. И обличать не можете. Маску с меня срывать не надо. В данном-то случае Александр Дмуха намного правильнее говорил, что я обратился, было обращение, крещение Духом Святым. А этот-то рядом сидит-то мертвец. Он ничего этого не знает. Он ходил в церковь, ну, помаленьку где-то что-то говорит там. Один там Максим Степаненко, он в сто раз больше всего вашего отдела делает. Пишет статьи какие, везде. А это нигде их нету. Только к касте за деньгами расписаться может быть. Да я не знаю. Все они получают там. Смешно даже слышать. Вот они там писали, а ответа нет. Вот там Дворкина подцепили. На меня Роспотребнадзор натравили. А ответа нет. То есть нету. Я несовершенный, неуязвимый и непотопляемый. Вот эти слова, они сейчас будут обмозговать. Почему? Со мной Господь. Я куда не пойду, где не поеду. Везде люди. А мы молимся о вас. А мы молимся о вас. За такое множество людей Господь не может пренебречь. Тем более я не настаиваю. На соглашение, молитву или что-то. А что Бог даст, зато благодарю. В равной степени. Так или не так. Поцеловали или ударили, я одинаково благодарю. Ну это вы мою жизнь-то знаете. Но она не похожа на вашу жизнь. Там, где размазывают по стенке, ничего не остается. Люди, которые сидели, как много они получили и вреда. Вот возьмите Зоя Крахмальникова, любимица моя. И вдруг ушла к богородичникам. Вообще не поясни. Не могу даже по сегодняшний день понять, как это можно так свихнуться. Прости, Господи, и помилую ее. Глеб Якунин, герой нашего времени, потянулся к Денисенко Филарету. Потом что-то свое организует. Почему их заносит? Отец Дмитрий Дудко. Вообще не расскажешь. Это ангел во плоти был. Сколько он потрудился, сколько сидел. И вдруг к большевикам потянулся. Газета «Завтра», «Духовник». Что это? Александр Мень. Это вообще энциклопедия ходящая. И вдруг считаешь, что он не верит в Библии. Я с ним беседую. Это ездят, что человека Бог не так творил, а верит в эволюцию. Что это? Бердяев, Павел Тлоренский. Меня нигде не заносят. Почему? Потому что у меня ничего этого нет. Нет. У меня нет никакого образования. Я просто люблю Господа и работаю. Люблю и стараюсь никуда за рамки не выходить. За рамки. То есть я верю, я причащаюсь, но говорю, в причастии спасения нет. Оно в осуждении. Многие больные немало умирают. А я не больной и не умираю. Мои враги ни один до моего возраста не дожили. А мне через 8 месяцев будет уже 89-10-х пойдет. Ни одной таблетки не съел. Шевелиться нельзя. Колени там. Ну, от устья до входа. Все везде болит, стонет. И я не болею. Все. Благодарю всех, кто участвует в добром, благом деле. А гонители этих всех, портопопа вакуум, пусть помолятся своей молитвой. Господи, прости. Они не знают, что худо творят. У них ничего нет. А у меня каждый день радость. Каждый день звонки. Лег спать и 11 звонков до утра. 11 звонков. До утра. Ночью. И каждая заканчивается молитвой. Вот. Ну, что сказать на это? А тут Петр Михалев как раз. Вот это я сейчас закрываю. Маленько на наши ресурсы зайти. Ну, а это чего тут говорить? Вот сейчас что? Историю общения с Геннадием Фастом. С Геннадием Фастом. Я могу и сейчас ее. Она очень краткая была, история общения с Геннадием Фастом. Вот так. Значит, непонятно еще что с этими. Новое толкование Библии. Попросили участвовать в этом конкурсе лучших сайтов. Пока неизвестно. Но до 21 сентября. Дальше-то, наверное, обсуждать будут. Вот. Наш форум. Большой форум. Очень большой. 1600 тем. Вот он как выглядит. Православный форум. Игнатия Лапкина. И дальше. Мой мир. Любимая моя здесь система. Люблю я ее. 21 тысяча фото. 9552 ролика наших. Ну, вот я и говорю. Во свете Библии наш сайт. Истинно считаю равных ему нету. Нету. 50 книг моим голосом. Аудио начитано. Они по всему эфиру разошлись. Сайты-то, которые вякают, тявкают. Говорят. Вокруг моей колокольни, как Глеб Николаевич Толстой говорит. Мощатся на нее. Ну, еще. Караван идет своей дорогой. Благослови их, Господи, наоборот дела и прости им. Они не знают, что худо творят. Весь ответ. Ну, вот теперь здесь, что тут у меня называется, православный видеоканал открытым ГОКом. 23 804 подписчика. Просмотров 23 915 000. Ну, и так далее. Я, так сказать, деньги получаю за то, что там реклама. Не получал ни копейки никогда и нигде. И не знаю, как их там снимают. Кто может, тут у нас знакомая администрация. Я им говорю, смотрите за этим. Я этим не занимаюсь. У меня работа. И работа ежедневная. Конкретно с людьми. 45 лет только детский лагерь. А сейчас лагеря нет. Также приезжают. Приобрели дома. Надо ремонтировать, смотреть и прочее. Вот тут уже сегодня. Это вчера был день позади. Виталий пригнал с опозданием. 2700 посещений. Виталий потерял за 4100-300. Для нас 4 тысячи. Это уже много считается. А бабка сковородку, как чистить, показала. 3,5 миллиона. Вот Игорь Растеряев. Игорь там на гармошке играет. Ну, хороший играет. А там 18-19 миллионов посещаемость. У нас этого нет. Но это постоянный контингент. Люди нов, пришедшие. Вот такие отзывы дают. Но на этом, на сегодня все.